Компания Jeep обновила свой культовый Wrangler. В Россию привезут машины иранской марки Saipa. Lada показала свой первый китайский кроссовер, а другие китайские бренды щедро насыпали новинок на российский рынок. Здесь неделя на колесах, с вами как всегда, Катя. Поехали! Jeep Wrangler получил мощного конкурента в лице Ford Bronco, и теперь просто почивать на лаврах у него не выйдет. Американцы это уже поняли, и на прошлой неделе Wrangler перенес рестайлинг, который должен помочь ему сохранить лидерство в этом сегменте, обгоняя Bronco. Правда, рестайлинг вышел неоднозначным. Jeep уравнялся с Ford по отсутствию дизельного мотора. Раньше в Европе для Wrangler был доступен дизель на 2,2 литра и 4 цилиндра, а в США 3-литровый дизельный V6. Но с 2024 модельного года дизелей у него не будет. Таким образом, Jeep, как и Ford, останется только с бензиновыми моторами. Базовый вариант 4 цилиндра и 2 литра на 274 л.с., который мы видели в России. За ним идет атмосферный V6 на 3,6 литра и 289 сил. А на вершине гаммы великолепный атмосферный V8 Hemi на 476 сил. Другие изменения рестайлинга – это новая решетка радиатора на 7 прорезей и новые диски. А в салоне появились боковые подушки безопасности и по центру передней панели загнали большой экран. Кроме того, стало больше опций, в том числе внедорожных. Например, теперь самая крутая внедорожная версия – это не Rubicon, а Rubicon X с остальными бамперами, бедлоками и усиленным задним мостом – конструкцией Full Float с разгруженными полуосями. Но если вы давно собирались купить именно дизельный Wrangler – поторопитесь. В начале года шли активные разговоры о том, что в Россию приедут иранские машины. Правда, тогда речь шла в основном о марке Иран Ходра, но она с тех пор молчит. Зато другой иранский бренд Saipa уже готов выйти на наш рынок. Поставками займутся сразу две компании – одна из Санкт-Петербурга, а вторая из Минска. Более того, обе компании рассчитывают наладить локальное производство этих машин в своих городах. Ну а на первых порах дело начнется с импорта. В Россию привезут три модели – хэтчбэк Квик и седаны Сайна и Шахин. Первые две модели основаны на технике Kia Pride, родом из 80-х годов прошлого века. Машины компактные, около 4 метров в длину, а под капотом здесь атмосферник на 1,5 литра и 87 лошадиных сил, работающий в паре с механикой или вариатором. Шахин покрупнее, почти 4,5 метра в длину, а еще посовременнее. Он построен на базе Toyota Yaris второго поколения, родом из 2000-х. Мотор тут тоже на 1,5 литра, но уже с наддувом, и выдает он 110 лошадиных сил, но коробка передач только ручная. Интересно, что питерский партнер иранской марки уже озвучил и примерные цены. Компактные модели пожилой конструкции будут стоить от миллиона рублей, а за Шахин попросят до 1,7 миллиона. Считать ли их серьезными конкурентами Гранты и Весты – вопрос открытый. Если иранские машины для нас пока экзотика, то обилию новинок от китайских производителей удивляться уже не приходится. Но самой главной новостью прошлой недели стал кроссовер Lada X-Cross 5. Мы уже знали, что под отечественным брендом появятся китайские модели, и вот первая из них. В Lada превратился в FAU Bestun T77. Это компактный кроссовер длиной в 4,5 метра, а под капотом здесь турбомотор на 1,5 литра и 160 лошадок в паре с механикой или семиступенчатым роботом. Понятно, что сейчас о глубокой локализации речи не идет. Так что интересно, сколько будет стоить первая китайская Lada, если оригинальный FAU можно купить за 2 миллиона 170 тысяч рублей. Сама марка FAU тоже не отстает с новинками. Китайцы объявили цены на новый лифтбэк Bestun B70 и кроссовер T55. Первый размером почти со Skoda Superb 4,8 метра. Моторов у него два на 1,5 и 2 литра с наддувом, и выдают они 160 и 217 лошадок соответственно. Базовая цена 2,3 миллиона рублей, а топовая версия обойдется почти в 2,8 миллиона. Кроссовер T55 относится к компактным – 4,4 метра в длину. Мотор у него только один, на те же 1,5 литра и 160 лошадок. Стоить он будет минимум 2,3 миллиона рублей, а старшая версия почти 2,4 миллиона. А еще на автоторе, вслед за моделями Каи и Баик, наладили сборку машин под брендом SVM. Это формально итальянский бренд с китайской основой. И у нас будут выпускать три кроссовера. Среднеразмерные G01, G01F, а также более крупные – 7-местные G05 Pro. О ценах и технике этих машин пока не рассказали, так что о них мы еще поговорим позже. Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Aston Martin представил прощальную версию DBS в кузове кабриолет. Под капотом здесь топовый V12 на 5,2 литра и 770 лошадиных сил. Коллекционеры уже выстроились в очередь, ведь неизвестно, каким будет следующее флагманское купе от Aston Martin и будет ли у него V12. Acura представила заряженную версию своего лифтбека Integra Type S. В машине несложно угадать профиль Honda Civic Type R. И техника здесь та же. Двухлитровый мотор на 324 лошадиной силы и шестиступенчатая механика. Чтобы переварить мощность на передних колесах, дифференциал здесь с самоблоком. А у Acura еще и колея расширена, что хорошо видно по колесным аркам. Пока новости были в отпуске, наш дизайнер Никита Чуйко продолжал творить и за эти две недели создал целую россыпь крутых рендеров. Во-первых, Никита нарисовал будущий внедорожник Infiniti QX80. Его вид намекает, что, скорее всего, платформа и техника могут измениться не сильно. Но японцы обещают, что это будет новое поколение. Во-вторых, Никита представил, как может выглядеть новый Ford Capri, который обещают превратить в кроссовер. Хорошо, если предсказания Никиты сбудутся. Машина выглядит свежо и лаконично. Следующий прогноз – мини-кантримен нового поколения. Здесь явно чувствуется классический дизайн, но и свежие элементы тоже налицо. Например, оптика и дверные ручки. Затем Никита представил, как будет выглядеть новое поколение Renault Duster. Кроссовер все дальше и дальше уходит от образа дешевого гадкого утенка, каким он был изначально. Тут и диодная оптика, и скрытые задние ручки, и мощные арки. Ну а на десерт Никита представил, каким должен был стать хэтчбек Москвич 6, который недавно присоединился к кроссоверу Москвич 3 на конвейере в Москве. Машина ничем не отличается от исходного Джака, хотя легкий рестайлинг в стиле хэтчбека Москвич 2141 мог бы пойти ей на пользу. Ну и к нашим публикациям. Андрей Судьбин взял на тест кроссовер Mazda CX-4, везенный по параллельному импорту. Те, кто скучал по некитайским новинкам, могут открыть материал и прочитать. Чем хороша эта Mazda, и какие ложечки дегтя есть в общей бочке меда? Вторая новинка параллельного импорта – это седан Toyota Avalon, который взял на тест Михаил Баландин. Avalon стоит на ступеньку выше, несравненной и любимой в России Toyota Camry. Но как он едет? Как ощущается в салоне? И главное, сколько стоит? Читайте в рассказе Михаила. Евгений Балабас откопал раритетную старую сигнализацию под названием «Гранит». Она уже не советская, ее выпустили в России, но в серию она так и не пошла. Модель уникальна тем, что ее может установить на машину даже ребенок. Да и в целом штука интересная. Полный рассказ об этом творении российской электронной промышленности читайте на сайте. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материал вы, как обычно, найдете под видео на ютубе. С вами была Неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!